Дисклеймер. Все, что сказано в этом видео, является исключительно моим мнением. Мое мнение может не совсем совпадать с вашим. Приятного вам просмотра. Сегодня я хочу составить свой собственный топ-10 самых недооцененных моментов между Чангуком и Тэхёном. Десятое место. Это так громко. Другие участники меняют свои позы для второго кадра, но Чангук и Тэхён постоянно держатся вместе. Девятое место. Сколько бы не было места вокруг, им всегда нужно касаться друг друга, и это так прекрасно. Прежде чем продолжить, я хочу напомнить вам, что у меня есть каналы на Boosty и в Telegram, на которые вы можете подписаться, если вы еще не подписаны. Название и ссылка есть в описании. Восьмое место. Совпадение или нет? Кто-то скажет, что этот жест ничего не значит. Я же отвечу, что это очень любопытно. Седьмое место. То, как Чангук не дает Тэхёну упасть в воду одному. Он держит его так, чтобы Тэхён был в безопасности в его объятиях. Шестое место. Поведение пары. Все время залипаю на том, как Чангук нежно взял рукой ногу Тэхёна. Как будто что-то очень хрупкое и бесценное. Если Чангук не идеальный парень, то что тогда идеал? Он просто посадил Тэхёна на плечи во время игры в баскетбол, чтобы Тэхён закинул мячик в корзинку. Всем бы таких же идеальных мужчин, как Чон Чангук. Четвертое место. Забота. Ну как не накормить любимого? Третье место. Новости. Бам с друзьями. Три мушкетёра. В Твиттере снова подняли шумиху, а всё из-за внутренних отчётных документов хайп, в которых оказалось, что компания всегда знала об онлайн-сообществах АГЭ, которые организуют клеветничёвские компании против Тэхёна, Юнги и Чангука. Они знали о DC Гэллы, но ничего не сделали и смотрели, как Тэхён, Чангук и Юнги получают хейт и ненависть, в то время как мы, фанаты, пытались до них достучаться, выводя теги в Твиттере. Не удивлюсь, если сотрудники компании сами принимали участие в DC Гэллы. Конкретные корейские АГЭ, которые занимаются преследованием, выдумкой и распространением вредных слухов о BTS, в своих сообществах через организованные аккаунты снова планируют новые скандалы. Он флиртует с нами. Продолжение следует... Продолжение следует... Несу вам классные фото Тэхёна в маске. Это как раз тот случай, когда она не является лишней деталью образа, а наоборот, подчеркивает что-то важное, неуловимое, расставляя акценты на магии взгляда, что обрамлён пушистой чёлкой. Продолжение следует... Чангук, ты что-то вспомнил или что? Чангук, ты что-то вспомнил или что? Они опоздали. Джин вспоминает, как участники BTS встречали его, когда он вернулся из армии. Джин поделился закулисной историей о том, как участники приветствовали его, когда он завершил службу в армии. Недавно YouTube-шоу K-Star Next Door выпустило превью предстоящего 31 эпизода, гостем которого станет Джин. BTS, известной семейной связью между участниками, сказал ведущий Джонатан. «Да, учитывая всё время, которое мы провели вместе, мы рядом друг с другом уже около 12 лет», — с теплотой заметил Джин. Затем Джонатан вспомнил день, когда Джин вернулся из армии. Айдол завершил обязательную военную службу и покинул армию 12 июня. Участники группы приветствовали его перед военной частью. «Ведущий заметил, я слышал, что нам Джун даже сыграл для тебя на саксофоне в тот день». «Да, некоторые участники приехали прямо с военных бас, в которых они служат. Так что одни пришли в военной форме, а другие, которые были в отпуске в тот день, прибыли в своей одежде», — вспомнил певец. «Удивительно, что они все согласовали свои графики и приехали вовремя ради тебя», — прокомментировал Джонатан. «Однако Джин заявил, они заставили меня ждать в тот день. Ребята опоздали», — добавил участник BTS, и его неожиданный комментарий заставил ведущего рассмеяться. «Так что одни пришли в военной форме, а другие, которые были в отпуске в тот день, прибыли в своей одежде», — вспомнил певец. «Удивительно, что они все согласовали свои графики и приехали вовремя ради тебя», — прокомментировал Джонатан. «Однако Джин заявил, они заставили меня ждать в тот день. Ребята опоздали», — добавил участник BTS, и его неожиданный комментарий заставил ведущего рассмеяться. В конце видео ведущий спросил гостя, хочет ли он что-нибудь сказать участникам, чья дата демобилизации приближается. «М, это некорректный вопрос», — ответил он. «Ни у кого из них дата демобилизации не близка. У них впереди еще сотни дней. Так что есть только участники, чья дата возвращения совсем далеко», — шутливо заявил Джин. После громкого смеха Джонатан сказал «Ого, он говорит прямо как мой друг». Между тем, эпизод K-Star Next Door с участием Джина выйдет 29 октября. «Любимые моменты». «Подел Glückw'ru». «Любимые моменты». «Сきた achатки» «әlighитие берегетельный вопрос», — он Turbo 60 Q3 «�лится». «М hard берегетельные отношения среди Foundry», — их объемом Sixibertyיו. «H sap téléбы». «Приветитoppjdbbination». «Сこ 즐еняем люди». Я очень люблю эти фото с Чангуком, они занимают отдельное место в моем сердце. Дружно сделаем вид, что не видим. Перенял у своего парня его милые привычки. Модельная походка Чангука. Модельная походка Чангука. Модельная походка Чангука. Тэхён, когда он среди людей. Модельная походка Чангука. Модельная походка Чангука. Модельная походка Чангука. Модельная походка Чангука. Джин для Долби Этмос. Пойте, танцуйте и почувствуйте радость, слушая новый сингл джина Айэлэль Бизер в Долби Этмос. Перевод интервью, у меня есть четкое представление о том, какими эмоциями хочу делиться с нашими фанатами. Я хотел бы, чтобы наши армии были счастливы. Благодаря Долби Этмос вы сможете еще ярче прочувствовать музыку и ее посыл, который я хотел передать. Долби Этмос – это невероятное погружение. Ощущается так, словно я могу слушать музыку и видеть ее образы перед своими глазами. Очень яркие ощущения. То, как звук перетекает сверху вниз, заставляет меня думать – вау, это поразительно. Как в заглавном треке альбома, так и Айэлэль Бизер есть припевы, которые каждый из вас может напевать вместе со мной. Я работал на Айэлэль Бизер с надеждой, что смогу стать проводником счастья. Когда армии чувствуют себя уставшими и одинокими, надеюсь, эта песня придаст им сил. Это та песня, которая вызовет улыбку на ваших лицах. Улыбайтесь. Смех и шутки – значит для меня больше всего на свете, и я надеюсь передать эти чувства и ценности нашим поклонникам, ведь они дарят мне так много энергии, смеха и веселья. Надеюсь, многие смогут обрести более глубокую связь с музыкой с помощью долби «Как сделал это я». Твой Биас – это твоя личность. Мой Биас. Голден Чангука проводит пятьдесят первую неделю в глобальном недельном чарте Spotify, на этой неделе на тридцать третьем месте, став самым продолжительным альбомом азиатского сольного исполнителя в этом чарте. Он также становится восьмым самым продолжительным альбомом кей-артиста. На данный момент Чангук преодолел отметку в 14 миллиардов аудиопотоков по всему миру. Он стал самым популярным к солистам всех времен на всех платформах потокового аудио и самым быстрым к артистам, достигшим этой отметки. Просто Чангук, который ненавидит проигрывать. Я выбирал декор для интерьера самостоятельно. Дом Техена, частный музей. Буквально. Соблазнительная привычка Чангука. Worldwide Handsome манеры Джина, в которые влюбляются даже призраки. Даже призраки влюбились в манеры всемирного красавца Джина. В одиннадцатом эпизоде развлекательного шоу «Рансак Джин» Джин был изображен в заброшенном доме. Несмотря на то, что Джин кричал и на его глазах стояли слезы на протяжении всего шоу, он сохранял невозмутимые визуальные и вежливые отношения, захватывая сердца призраков. В этот день идеальная внешность Джина в Ханбоке в любой момент демонстрировала его силу. Мрачный жнец проявил щедрость к Джину, который находился в опасности во время миссии по рисованию портрета, сказав «Я посмотрю на тебя, потому что ты красивый», а призраки говорили о его красоте, как о легенде. Джин также завоевал всеобщее расположение своими прекрасными манерами, крича «спасибо» каждый раз, когда завершал миссию, даже несмотря на то, что вспотел от страха. Хотя он был известен своей робостью, вид того, как он каждый момент старается изо всех сил, говоря «я думаю, фанаты этого захотят», был еще более трогательным. Необычайное чувство развлечения Джина сияло еще ярче в атмосфере ужасов. Джин, который взял под свой контроль игру своим уникальным остроумием, поставил призрака в неловкую ситуацию, а затем спросил «тебе тяжело?» или, обращаясь к призраку, который бросился к нему и сказал, что голоден, он сказал «пожалуйста, поешьте». «Не мои ноги», — сказал он, вызвав смех. После победы в различных битвах он продемонстрировал характер профессионального артиста, подразнив призрака словами «ты не сможешь этого сделать». «Я готов сделать что угодно, чтобы вывести его из себя». «Мне так нравится это его выражение лица». «То, как он морщит носик». «Я готов!» Чангук нашел две половинки своего сердца в тыгу. Пожалуйста, верните меня в Эролой Йоува. Они неразлучны. Моя Римская империя. Будни женатиков. Моя Римская империя. Хочу кричать от любви к нему. Моя Римская империя. 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 Моя Римская империя.